Привет! В этом видео мы за несколько минут создадим полноценную игру на чистом JavaScript без использования каких-либо дополнительных библиотек или фреймворков. В ходе урока мы создадим игру, которая будет похожа на игру Flappy Bird. Это такая игра, где вы управляете птичкой и вы должны пролетать сквозь различные объекты, не сталкиваясь с ними. Для этого я буду использовать редактор Atom, а также браузер Google Chrome. Соответственно, в редакторе Atom я уже создал файл index.html и открыл этот файл в Google Chrome. Здесь же мы создаем стандартную HTML разметку, то есть это HTML, Doctype, MetaTag, Title. Здесь же мы поменяем Title, чтобы он у нас был другим, например, Flappy Bird, так и напишем. Добавим также специальный HTML тег. Этот тег называется Canvas. Он создает область, в которой мы будем отображать JavaScript код. В нашем случае в этом теге Canvas мы будем отображать игру. Для этой области мы должны указать ширину, а также высоту. В нашем случае это будет 288 пикселей на 512 пикселей. То есть ширина 288, высота 512 пикселей. Кроме того, также необходимо подключить JavaScript код, в котором мы все будем и прописывать. То есть это скрипт. Здесь мы можем Type это все пропустить. Мы просто пропишем здесь такую штучку как Source. И укажем, что наш JavaScript файл будет находиться в папочке JS. Называться он будет game.js. И, соответственно, все. Мы его здесь подключили. Теперь нам необходимо создать папку. То есть у нас есть лишь один файл index.html. Также создадим новую папку, которую назовем теперь JS. И в ней создадим новый файл, который у нас будет называться game.js. Ну и вот этот файл у нас есть. Мы можем здесь прописать, например, alert и что угодно прописать. Обновить. И мы видим, что у нас все сработало. Файл подключен успешно. А значит, мы можем здесь уже прописывать JavaScript код. В этом видео будет много JavaScript кода, который с первого раза новичку может показаться непонятным и непривычным. Прежде стоит изучить хотя бы основы языка JavaScript. Если вы не знаете, с чего начать изучать JavaScript, чтобы не потеряться в океане информации, то я представляю вам онлайн урок от Академии Верстки, который пройдет 17 мая. Ведущий занятие Иван Петриченко, специалист по JavaScript, который преподает основы JavaScript даже детям оффлайн школе. Урок поможет в составлении плана освоения языка и устройстве на позицию джуниора за 4 недели. Есть много позитивных отзывов. К примеру, как 17-летний школьник нашел работу в студии. Или как девушку начали хантить в IT-компанию во время прохождения курса Академии. Получить приглашение на урок можно по ссылке в описании к этому видео. Стоит учесть, что это полностью бесплатно, но мест мало, поэтому не медлите и поскорее регистрируйтесь на мероприятии. Ссылка будет в описании к этому видео. Для того, чтобы создать картинки, а также звуки, нам потребуются еще две папочки. Соответственно, создаем папочку, которая будет называться EMG, в ней будут храниться все изображения, а также папочку AUDIO, в которой будут храниться все аудиозаписи. В папку EMG мы закинем все изображения. У меня эти изображения уже есть. Вы же все эти изображения можете скачать на сайте itproger.com. Ссылка на статью, где будет это все показано и приведено, будет в описании к этому видео. Соответственно, там вы сможете все скачать вот эти вот изображения, которые относятся к игре. Я же просто все эти беру изображения и перемещаю в папку EMG. Соответственно, все здесь у меня уже есть изображения. Теперь займемся написанием JavaScript кода. Первым делом создаем новую переменную, которую называем CVS, то есть Canvas. И в нее мы поместим объект, который находится у нас в HTML-документе. Мы его находим по его ID, то есть getElementById, и указываем здесь Canvas. Потому что у нашего HTML-дега Canvas как раз ID Canvas. Ну, поэтому здесь так мы ее прописываем. Далее мы создаем еще одну переменную, context. Context назовем ее, вот, ctx. И она у нас будет отвечать за вид нашей игры. То есть мы пишем getContext, и здесь указываем, что он у нас 2D. Потому что игра у нас будет 2D-игрой. Далее займемся загрузкой изображений. Поэтому создаем новый объект, который мы назовем bird. И в качестве значения укажем ему newImage. То есть эти объекты, они создаются на основе класса Image, и нам потребуется несколько таких объектов. То есть это птичка, это также у нас будет задний фон, background, это передний фон, то есть foreground, как бы передний фон. Дополнительно это как бы препятствие сверху, поэтому мы его назовем как pipe up. Вот, и препятствие снизу, это будет у нас pipe, bottom, вот. Далее нам необходимо заняться загрузкой всех этих изображений. Делается это очень просто. Мы берем bird, дальше указываем source, и указываем путь к нужному нам изображению. В нашем случае это папочка EMG, то есть мы можем открыть это все. Вот наша папка EMG. И чтобы загрузить bird, нам необходимо выбрать файл bird.png. Поэтому здесь мы прописываем bird.png. Для остальных делаем абсолютно то же самое. Вот, то есть здесь это уже у нас будет background, background, здесь тоже background, здесь foreground, foreground, здесь соответственно тоже. Здесь pipe up, можем даже вот так копировать, и внизу pipe bottom. Вот, то есть все эти изображения, они у нас соответствуют вот этим изображениям, которые есть в проекте. Теперь нарисуем все объекты в канвасе. Для этого используем функцию, назовем ее как угодно, к примеру я назову ее draw. И здесь мы прописываем следующее. Мы берем переменную ctx, и это получается наш как раз canvas, наш объект. И в нем мы рисуем какую-либо картинку. То есть для этого используем метод drawImage. В него помещаем объект, который мы рисуем. В первом случае это будет background, то есть задний фон. Далее мы указываем координаты для него. Это 0 по x и 0 по y. То есть он будет нарисован у нас ровно по центру. Ну и соответственно это будет наш задний фон. Кроме того, необходимо теперь еще вызывать эту функцию, чтобы у нас конечно все нарисовалось. Мы можем просто написать draw. И в принципе это не будет являться ошибкой. Но дело в том, что нам необходимо, чтобы все изображения были загружены. А после этого мы только вызывали функцию, которая рисует эти изображения. Поэтому мы сделаем следующим образом. Мы напишем pipe bottom. То есть возьмем нашу последнюю картинку. В моем случае это pipe bottom. Если она уже загружена, то значит мы точно можем вызвать метод draw. И используем такую штучку onload. То есть при загрузке этой картинки, уже после того, как она загрузится, мы вызываем метод draw. Ну и все. Теперь если мы это обновим, мы заметим, что у нас действительно отобразилась картинка. Это задний фон и все работает хорошо. Теперь же создадим еще дополнительные картинки. Опять-таки используем ту же самую штучку. Используем draw image. И здесь мы напишем с вами, что мы в первом случае используем pipe up. То есть эту картиночку как бы блока сверху рисуем. Он у нас будет 100 пикселей по x и 0 пикселей по y. Соответственно, если мы обновим, то вот он у нас здесь появляется. А для pipe bottom, то есть для блока снизу, мы используем нечто другую конструкцию. Эта конструкция будет такой. По x опять-таки сотня пускай будет, то есть по центру, чтобы он у нас где-то примерно по центру отображался. Вот. А здесь мы используем следующее. Мы берем наш pipe up, верхний блок. Берем его высоту и добавляем к нему некую переменную gap, которую мы как раз сейчас создадим. Переменная gap это будет отступ между этими двумя блоками, чтобы птичка могла сквозь эти блоки как раз успешно пролететь. Gap мы здесь создаем. Она у нас будет равна пускай 90 пикселям. Вот. Соответственно, обновляем. Вот. У нас и второй блок тоже готов. И также дорисуем еще два объекта. Можем, в принципе, скопировать то, что мы уже писали. Draw Image. И здесь уже мы просто foreground будем создавать. Он у нас будет находиться в точке 0,0. Вот. Если мы так обновим, то вот наш этот foreground, передний, задний фон как бы сверху находится, что не совсем хорошо. Соответственно, мы с вами это исправим. Мы берем наш canvas, берем его высоту и от нее отнимаем высоту нашего переднего фона. То есть FG, height. Вот. И если мы так уже все это запишем, то он у нас действительно находится снизу и выглядит уже красиво. Дальше пропишем еще птичку. Поэтому пишем bird. И мы ее создадим с вами. Ну, пускай 10 пикселей по x отступ будет. И 150 пикселей по y отступ будет. Вот где-то здесь у нас птичка пускай будет сейчас находиться. Кроме того, здесь можно также передавать еще и четвертый и пятый параметр. Это будут ширина и высота картинки. Ну, в нашем случае не надо, потому что у нас и так они уже эти все картинки подогнаны таким образом, что они идеальные пропорции имеют. Но, чтобы просто вы знали, что drawImage может принимать также еще не только позицию объекта, но также еще и ширину и высоту этого объекта. Что вы можете это все сразу изначально задать. Теперь добавим несколько новых переменных. Они будут отвечать за позицию птички. Поэтому создаем переменную, которая у нас будет равна x, которая будет называться x-position, она будет равна 10. А также переменную y-position, она будет равна 150. Соответственно, здесь их меняем. Это x-position, а здесь будет y-position. Теперь же мы y-position, то есть позицию птички по y будем менять на единичку постоянно. И эту единичку мы вынесем тоже в переменную, то есть назовем переменную graph, создадим переменную graph и дадим ей значение единичка. И теперь, если мы это все обновим, то у нас птичка, ну, в принципе, осталась на том же месте, единственное, на единичку вниз как бы опустилась. Но нам необходимо, чтобы она под действием гравитации как бы постоянно падала вниз. Соответственно, нам необходимо, чтобы этот метод вызывался у нас постоянно и происходила как будто некая анимация. Поэтому мы так и прописываем здесь requestAnimationFrame, здесь указываем метод, который мы постоянно будем вызывать, в нашем случае это метод draw. И если такое все сохранить и обновить, то птичка у нас уже падает, как будто бы это действительно под действием гравитации и у нас происходит уже действительно анимация. Теперь, если пользователь нажмет на какую-либо клавишу, то наша птичка должна подлетать вверх. Соответственно, мы это сейчас реализуем. При нажатии на какую-либо кнопку у нас должен срабатывать какой-то метод. Поэтому мы берем document, добавляем к нему addEventListener, то есть мы отслеживаем на какое-либо действие. В нашем случае это keyDown. И здесь мы будем вызывать функцию, которая называется moveUp. Соответственно, теперь реализовываем эту функцию, называем ее moveUp. И она будет делать вот что. Она будет брать yPosition у нашей птички и получается на 20 единиц как бы поднимать ее выше. Вот и все. Перезагружаем и теперь нажимаем на какую-либо клавишу и мы видим, что птичка действительно каждый раз у нас как бы летит чуть выше. Ну, эти все значения 20, там единичку мы можем потом поменять. Единственное, у нас главное сейчас все работает верно. Теперь займемся блоками. Поэтому мы создаем изначально новый массив. Он у нас будет называться pipe и это будет пустой массив. Также здесь мы создадим один объект в этом массиве, поэтому мы указываем, что мы создаем нулевой объект. И это будет объект, поэтому мы создаем его через фигурные скобки. В объект можно помещать несколько значений. У нас это будет два значения. Это координата по x и координата по y для каждого блока. Соответственно, координата по x это у нас canvas width. То есть, первый объект, он у нас будет находиться за экраном, поэтому canvas width по x. А по y здесь все достаточно просто. Он у нас будет изначально находиться вот в точке 0. Ну, то есть, примерно такая же будет у него позиция. Рисование блоков теперь будет проходить и в цикле. Поэтому мы создаем здесь цикл. Указываем, что i идет от нуля и до количества элементов в массиве. То есть, pipe length и i++. Стандартный цикл. В нем же мы будем рисовать наши блоки. И, соответственно, вырезаем эти блоки и вставляем в цикл. И здесь вместо уже статических координат мы используем координаты из массива. Массива, соответственно, pipe i. То есть, каждый элемент этого массива мы будем проходить. Вот, берем его координату по x, а также координату по y. То же самое проделаем и для второго блока. То есть, это pipe по x, он в такой же точке будет устанавливаться. А по y, это у нас тоже мы берем pipe, тот же самый блок. Его берем координату по y и добавляем к нему то, что мы и раньше добавляли. То есть, высоту нашего верхнего блока плюс отступ. Ну и, соответственно, все. И теперь, чтобы эти блоки у нас, они передвигались, мы берем наш блок, конкретный, который мы сейчас рассматриваем в цикле. Вот, берем его позицию по x и от нее отнимаем единичку. Таким образом, если мы все обновим, упс, у нас походу где-то ошибочка. И да, у нас есть ошибка, здесь надо не точку запятую, здесь надо запятую просто поставить, где мы создаем первый объект в массиве. Обновим еще раз. И если мы теперь обновляем, то мы видим, что действительно у нас блоки двигаются, и все работает хорошо. Но давайте теперь сделаем так, чтобы у нас создавались новые блоки, ну, постоянно. Соответственно, что для этого нам необходимо сделать? Нам необходимо добавить новую проверку. Если в цикле мы пропишем вот что с вами. Мы берем наш конкретный блок, его позицию по x, и если она будет равна 125 пикселям, ну, к примеру, 125 пикселям, то есть, если наш уже блок где-то вот, например, где-то здесь находится, вот здесь, да, например, вот здесь, вот, то, соответственно, мы будем создавать с вами новый блок. Ну, это число вы можете сами изменить, можете указать, что если он там, например, уже там, я не знаю, там, там, 200 пикселей или что-то в этом духе, да, то, соответственно, вы создаете новый блок. Ну, я, к примеру, 125 пикселей укажу. И что мы здесь делаем? Здесь все очень просто. Мы берем и каждый раз будем добавлять новый элемент в массив pipe. Соответственно, это у нас не просто элемент, а это объект, поэтому мы еще указываем фигурные скобки. И здесь указываем два параметра. По x позиция всегда будет одна и та же самая, то есть, это canvas width, это ширина, ну, чтобы они появлялись, получается, за экраном каждый раз, вот. И по y у нас будет случайное какое-то число. Зачем? Чтобы у нас вот эти проходы, между которыми мы должны пролетать, они у нас генерировались каждый раз в случайном месте. Ну, чтобы это хоть немножко, но было сложно. Вот. Соответственно, делаем вот что мы с вами. Мы пишем mass, дальше, ну, используем класс mass, используем метод flure для округления чисел, и здесь используем mass, используем random, и умножаем это все на pipeup.height, вот, и отнимаем от этого всего дополнительно pipeup.height. Обновляем это все, и мы с вами сейчас получим то, что у нас будут появляться новые объекты. Как видите, у них на новых местах находятся вот эти вот проходы, сквозь которые мы можем пролетать, и все выглядит уже достаточно хорошо, как действительно настоящая какая-то игра. Теперь пропишем сложное условие, в котором мы проверяем столкновение птички и блока. Здесь мы, по сути, проверяем вот что. Мы проверяем, если птичка находится в пределах ширины блока, то есть это, например, начало блока, либо его конец, либо его серединка, и если она находится в пределах высоты этого блока, то есть она дотронулась, в принципе, к этому блоку, то есть ее y-позиция и позиция блока по y, по координате y совпадают, то, соответственно, мы говорим о том, что действительно птичка столкнулась, а значит, если она столкнулась, то мы можем с вами перезапустить всю страничку, и тем самым мы просто начнем игру заново. Теперь еще также увеличим, давайте с вами гравитацию, чтобы она у нас, к примеру, была 1.5, а также увеличим подпрыгивание птички, к примеру, к 25. Теперь же перезапустим игру, и посмотрим, что из этого у нас получилось. Теперь, если я дотыкаюсь к какому-либо объекту, то мы проигрываем, бац, опять проиграл, например, а если я попытаюсь пройти сквозь этот объект, то я действительно прохожу сквозь него, ну и дальше опять проигрываю. Также давайте сделаем, чтобы при прикосновении к вот этому объекту он также проигрывал. Для этого нам необходимо дописать еще одну небольшую здесь проверочку. Выглядит она следующим образом. Если у нас Y position плюс bird height, вернее, да, плюс bird height, то есть ее высота, больше либо равно, чем, мы можем это все скопировать, canvas height минус foreground height, вот, то есть если, если мы, получается, превысили эту высоту, то есть мы уже дальше за этой, за этой, ну, за этим задним фоном, то бац, мы перезагружаем нашу сцену. Раз, и еще раз перезагрузили. Все работает верно, и теперь мы с вами можем еще вот что добавить. Мы можем добавить с вами количество очков. То есть, к примеру, если у нас будет наш блок pipe i по x, если он у нас будет, его позиция по x будет равна уже 5, то есть он где-то будет здесь, да, то, соответственно, мы точно можем сказать, что блок уже пройден, птичка пролетела сквозь него, а значит мы нашу переменную score, которую мы еще не прописали с вами, мы увеличиваем на единичку. И теперь создадим эту надпись, чтобы она отображалась на экране. Для этого мы делаем вот что. Мы с вами берем опять-таки наш context panel, то есть наш весь объект. Здесь мы используем fill style, указываем стиль для нашего текста. К примеру, в моем случае это будет черный цвет, а значит просто три нуля указываем. Вот, можно, например, белый цвет указать, ну, пускай пока будет черный, к примеру. Context, дальше мы берем font, указываем font, ну, то есть шрифт для нашего, для нашего, получается, текста. 20 пикселей, пускай может быть даже 24 будет пикселя, и пускай это будет verdana. Вот, вот такой вот шрифт. И дальше мы опять-таки используем опять context, и здесь fill text, для того, чтобы уже установить сам текст. Здесь мы пишем счет, вот, и указываем сам счет. Для этого мы здесь прописываем score, в принципе все, больше ничего не надо, то есть просто нашу вот эту вот переменную score, и указываем, где мы ее будем устанавливать. По x это 10 пикселей, то есть отступ здесь будет небольшой, а по высоте это canvas.height, то есть высота берем нашего всего канваса, и минус 20 пикселей, к примеру. Также создадим саму переменную score, поэтому где-то здесь создаем score, равна нулю для начала будет, ну, и вернее, пускай она не в позиции птички, а где-то здесь будет находиться. И обновляем, и мы получаем, что действительно у нас есть надпись счет, и когда мы проходим сквозь какие-то объекты, счет этот у нас обновляется. Счет 2, счет 3 и так далее. Вот, все работает верно. И последнее, добавим звук в нашу игру. Для этого мы опять возвращаемся к первичным переменным, и здесь добавим звуковые файлы. Вот, соответственно, пишем вот что с вами. varFly у нас первая будет, это пускай не uAudio. Вот, и также еще вторая у нас будет переменная, это score. Ну, вернее, вот так, score, score, пускай, scoreAudio. Вот так она пускай у нас не будет называться, а у-дио. Вот, и что мы здесь делаем? Мы для Fly мы берем source, то есть точно то же самое. Мы берем, у нас есть папочка здесь, которая называется audio, вот она. И в ней, кстати, да, я забыл, в нее я не переместил еще никаких файлов, поэтому давайте откроем нашу папку игра. Здесь у нас есть аудиофайлы, берем два аудиофайла и перемещаем их в папку аудио. Вот, теперь они у меня здесь есть. Опять-таки, все эти файлы вы можете скачать на сайте itproger.com, ссылка на нужную статью, где приведены все файлы, будет в описании к видео. Там же вы, кстати, найдете весь код и вообще все, что необходимо для этого проекта. Вот, так, здесь мы пишем с вами папочку аудио, далее мы используем с вами мелодию, которая называется fly.mp3, ставим точку с запятой, а для score аудио мы используем с вами мелодию, которая называется score. Вот, все, что нам необходимо теперь делать, это вот, когда мы нажимаем на какую-либо клавишу, мы вызываем функцию moveUp, и здесь же мы будем проигрывать песенку, которая называется у нас fly, ну, то есть объект наш fly, вот это будем проигрывать. Поэтому просто используем метод play. Можем это даже скопировать, и там, где мы добавляем новые, ну, плюс единичку к счету, мы будем проигрывать музыку score аудио. Теперь же обновляем это все, и давайте послушаем на звук. Сейчас еще раз перезагрузиться. Вот, я думаю, вы отлично слышали, что все действительно работает, и вы сами можете добавить еще другую музыку, то есть при проигрыше, например, или при, я не знаю, при старте, вы можете добавить какие-то дополнительные менюшки, то есть при нажатии там на кнопку будет начинаться игра, а при проигрыше будет отображаться меню, и так дальше. Это уже все на ваше усмотрение. Я же вам показал сам принцип, как можно создать действительно настоящую игру на чистом JavaScript, используя Canvas-технологию, и как это все можно здесь реализовать. На этом же у меня все, так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сам сайт itproger.com. Ссылка на эту статью, где будет приведен код, материалы, и много другой интересной, полезной информации, будет в описании к этому видео. До скорых встреч, пока!